всем привет привет youtube я хочу снять такой вот кучу мелочевки малозначимой но я думаю что она будет полезна но прежде всего почему вот например скажем ну вот шапочка антифок там прищепка для носа такое вот то что я вот просто купил в спорт мастере ну и я не буду пропагандировать спорт мастер я бы не сказал например даже что спорт мастер это дешевый магазин вот обычный магазин обычные цены просто это было вот в шаговой доступности скажем и при регистрации на сайте спорт мастера при заказе через интернетом далее помог 400 бонусов в общей сложности получилось все это как бы вот вот это вот все вышло там на 800 рублей с копейками но с учетом вот именно почти там 400 бонусов которые удалось там из расходы получается нормальная цена но прежде всего вот начнем вот шапочки в принципе хотелось вкратце предыстория новые материалы да вот новые технологии вот есть вот еще такие еще шапочки я покажу и скажу там например что мне нравится не нравится просто хотел шапочку вот новых технологий но такой пакет обычно сапочка джоз вот хотелось спида но просто спида была одна и было она то скажем не кондиционная там слегка бракованная надорванная вот и не получилось значит взять спида думаю ну ладно возьму джоз принципе ничего особенного говорю ничем тут хвастаться не буду я просто покажу именно вот саму шапочку и просто когда мне нужно было посмотреть видео обзор думаю что за материалы такие вот нигде не нашел поэтому думаю на этом принципе кому-то будет полезно а то казалось бы вещи такие простые совершенно примитивные посмотреть нигде но смысл какой вот есть шапочка джоз она там стоит там рублей 500 чем-то но с учетом я говорю там скидки принципе получается такая терпимая цена в спортмастере вот например скажем в том же самом интернет-магазине хотел спида взять но просто потому что как бы спида звучит солидней хотя в общем то принципе при сравнении двух шапочек джоз и спида такое ощущение что принципе сделано не в общем-то в одном цеху из одного и того же материала просто где-то спида а где-то джоз ну в принципе вот по факту по длительности эксплуатации вот вещи спида например они меня все целые вещи джоз они рано или поздно развалили шапочки провались плавки рассыпались и так далее спида все целые годами служат и плавки и шапочки все остальное поэтому я не так чтобы прям большой сторонник этого джоз торговой марки спортмастера ну просто вот она была вот дальше значит по рейтингу примерно такой же материал вот такой же пошив такая же вот именно новая новый тренд вот это шапочки дальше у нас там имеется вот спида арена и то же самое как ваш пр вот такие вот ну получается в том же магазине пробол например на просто выходит шапочка там например заказы просто 200 300 рублей доставка шапочка рублей на 700 800 стоит и выходит принципе может нормально но долго короче спида например про боль по моему стоит 700 40 или 750 рублей вот арена почему-то точно такая же шапочка стоит дороже 900 а квашпэр вот в наших интернет-магазинах стоит 1100 то есть там наши интернет-магазины как-то вообще какие-то странные стали особенно которую там вот в оборудовании мелочевку там для дайвинга подводной охоты и плавания продают то есть ну странно принципе и так дорого все и так все дорого так они еще и на треть дороже продают чем это все можно купить на ибо из доставкой просто ибо из доставка это как бы гиморрона немножко так хлопотно в общем примерно вот так вот вот такая шапка что я хотел сказать хотел посмотреть на когда на ю тубе ну нету обзоров получается что в ней как бы особенно интересно в этой шапке ничего такого принципе вот такой определенный крой сверху вот просто новое такое обратите внимание кому нужно сверху она покрыта таким как это сказать полу непромокаемым материалом что-то среднее такое между резиной и плащевкой по моему на сайте на сайте на сайте сейчас сейчас я найду состав материала быстренько так 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 спорт мастер где ты там так ладно продолжим вот например скажем я вот на сайте спорт мастера смотрю там не особенно подробный сайт но вот то же самое то та же самая шапочка спида состав написан следующий состав нейлон райкро нейлон лайкро покрытие полиуретан ну я бы взял себе спида ну просто не было и там как бы танцы с бубнами устраивать там заказываю думала ладно потом 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 как-нибудь руки доберутся попробую просто эту шапку вот что я и хочу показать и дальше получается вот шапочка джоз которая у нас на сайте полная стоимостью 529 рублей вот и характеристики смотрим шапочка наш 8 процентов полиэстер 20 процентов эластан покрытие 10 процентов полиуретан но в принципе то же самое что спида и сделана она как спида и вот хотя принципе на картинке швы и там казалось бы принципе там прошиты на спида по-другому принципе сами сами швы прошиты вроде бы как одинаково почему обращаю внимание на швы потому что в принципе шапочка она как бы не герметичная она такая полу промокаемая в принципе промокает она потихонечку попробовал и говорю просто все это оборудование как никогда бассейнами туда еще попробую там душ и отдел ну прежде всего немножечко начинает сочиться пошла и потом сам материал он такой вот сам материал он все-таки вроде как дышащий что мне это нравится потому что получается с одной стороны он вода ну скорее это можно сказать водоотталкивающее покрытие в общем то есть он такой гигроскопичный попробую взять немножко водички вот попробую капнуть посмотреть что получится просто хочу быть полезным не надо там говорить что я там долго рассуждаю хочу быть полезным потому как вот видите с этой стороны с этой стороны вроде как и не промокает раз потрем потрем потом перевернем посмотрим там как влажная стала она это на покрытие или нет ну держит воду переворачиваем с этой стороны смотрим ну вот чуть чуть вот вот влага такая вот видите появляется влага но она и нормально так вот именно вот мне это больше нравится чем не это больше нравится тем что получается шапочка с одной стороны она в общем-то защищает башку от воды с другой стороны она не является такой герметичный сильно давящий немножечко она правда как бы у нее интересный крой получается она глубоко одета и немножко тесновато все она одевается до середины уха защищает большую часть головы сначала не мог приспособиться но потом получается значит если одевать и до бровей если одевать ее значит сначала шапку потом очки очки начинают сочить сочиться то есть воздух проходит из получается сначала нужно надеть маску вот потом сверху шапку шапка начинает но увлажняться но что мне именно хорошо то что она хорошо держит тепло она начинает как бы увлажняться здесь ну и потихонечку потихонечку становится такой влажный вот это вот покрытие но она хорошо держит температуру то есть принципе она не дает башке остывать что самое главное эластичность ее такая как бы меру ну вот то что нужно собственно говоря конечно если бы где-то поблизости там аквашпр был бы например шапка такая вот да но не по такой безумной цене наших интернет магазин 1100 рублей потому что что спида стоит 800 рублей на ebay что аквашпр стоит 800 рублей там на ebay ну плюс минус плюс минус доставка короче вот что это они примерно одинаково но опять таки я не знаю в силу того что наверно аквашпр как специфичный специфичный товар ну не серьезно все же ребят приди очередь дороговизне при нашей бедности пытаться значит продавать то что вы оптом закупаете да то что стоит там 800 900 рублей пытаться продавать еще за 1100 ну как-то совсем не красиво в общем вот такая шапочка если кто-то еще не использовал вот эти вот новые технологии материалы то вот прошу внимание значит есть у меня еще такие две шапки которые там я использую или нет вот спида спида да внешняя обычная там силиконовая шапка в принципе тоже ей фиг знает сколько времени обычно классический классический вариант такие джосовские у меня были джосовские все там все давно как бы разорвались и я их по выбрасывал спида держится хороший силикон но опять таки этой шапке уже там какое-то количество изрядное количество лет было это сделано до того как сейчас совершенно непонятно там принципе в каком цеху делают спида в каком делают джос такое ощущение что делают в одном и том же вот хотя несомненно спида есть вещи наверно который сделан ну реально скажем вот качественно то есть я конечно там на на порядок выше как бы там задал бы предпочтение того же спида там в отношении а квашпира или может быть меньше поделок больше и больше и качество вот в отношении спида или фашпира вот принципе такая шапка ночь что мне мне не нравится ну как в пардон гандоне на голове жестко тесно и не дышит и не знаю я ее не люблю честно говоря и одеваю там крайне редко в крайних случаях вот есть такая еще шапочка простая тоже сейчас такие появились вот такой же вроде бы покрой ток спида ну самая такая обычная такая традиционная шапка и опять-таки для бассейна опять-таки и и одевают по сути дела в общем то скажем исходя из требований бассейна чтобы на голове была шапка добрить волосы не сыпались не забивали там всем фильтрации больше особого толка от нее нет честно говоря никакого вот это очень как бы грамотный шаг продвинутый то есть принципе реально конечно вот если эту шапку сверху покрыть вот этим он самым полиуретаном да не промокаем покрытием то она как бы становится шагом вперед вот о чем я и говорю в общем то чем шапка плоха промокает и я совершенно не греет голову в принципе толку от нее в общем то не очень много в принципе вот она шапочка кто еще не использовал ребят просто-напросто можно использовать ее для бассейна можно использовать даже там для теплой воды и где-нибудь там для плавания в общем все что хотел сказать казалось бы фигня когда мне нужно было саму посмотреть но нигде не мог найти принципе посмотреть просто элементарное описание еще она состоит из то что она вот здесь вот такая вот но своеобразная но не такая ткань какое-то напыление скорее что-то такое вот напыление вот а здесь она такая гладенькая и классная потом я ее может одену покажусь собственно говоря вот дальше что еще вот такой вот антифок я себе взял антифок тоже взял в спортмастере там его цена по моему то в районе 500 чем-то с учетом того что сейчас нынешний интернет магазины причем здесь вот еще написано стопроцентный био натурал этот то есть вот такой только без био пашпир стоит дорого я так думаю что это еще старые цены поэтому обратите внимание да пока там что-то еще есть на нашем рынке пока мы еще полностью как бы не залезли в берлоге свои медвежьи вот купить а вот цена 599 ну с учетом я говорю с учетом скидки там минус 200 рублей например получается не не 600 рублей там а 400 ну и шапочка уже там не 500 рублей там а 300 приемлемая цена такая скажем бюджетный вариант вот и есть разные методы конечно этого антифоков ского антифок обработки покрытия этих стекол на масках на очках и так далее есть народные советы значит поплевать есть народные советы мыть там отжигать и прочее ну честно говоря принципе я достаточно давно пользуюсь вот у меня была такая вот ареновская жидкость ее хватило на многие на много лет в принципе вот этого флакона поэтому она достаточно экономно расходуется и один раз потратив реально принципе вам это хватает на она надолго надолго там до сих пор еще что то есть принципе она тепло рабочие единственное что она стала внутри помутнела и стала так немножечко то сказать таким не свежим запахом а не знаю что там как бы там обычный там состав какой-то тут вот состав написан там дофига всякого говна состав формальдегид ацетил ацетильдегид фенол метанол бутанол бензол сделано в италии кстати вот это вот это сделано в италии это тоже сделано где-то там за бугром вот была сделана достаточно хорошо я поэтому принципе не сторонник поливания на маску все-таки мы не в партизанском отряде живем да это как-то и не эстетично и не гигиенично возможно можно использовать только в крайнем случае вот если уж действительно нет под рукой ничего а так вообще советую вот покупать с учетом того что если вы зарегистрируетесь там на спортмастере и вам дадут эту вот дополнительный бонус вот пока что то есть я тоже думаю что это старые цены вот старые цены еще тамошние которые потихонечку потихонечку уже перестают существовать стране это сказать побыть победившего путинизма путинизм путинизм кретинизма да такой наш официально политический строй путинизм кретинизм ладно открываем дон да надеюсь за этот как бы репост меня сразу не слоста это не повяжет открываем попробую посмотрим чем там за флакончик вот такая вот ну сделано в капиталистической стране в италии в общем то что не менее не не хуже например прочих результатов сейчас я достану очки я не буду изнутри покрывать этим антифогом покрытия потому что здесь написано я бассейн их еще не использовал вот здесь написано что у них антифог покрытия мне интересно я их даже не мыл я просто помыла так разок чуть-чуть с мылом просто потому что они были пыльные вот мне интересно насколько реально обещанное там антифог покрытие внутри она существует поэтому в принципе для интереса для интереса можем два стекла просто покрыть снаружи посмотреть вообще как это пяка выглядит старая бяка и новая бяка вот в старой бяки тут тоже еще достаточно много ну немножечко они отличаются пробуем как вот видите старая бяка она такая ну я не знаю наверно такой запах слегка кисловатый наверное она слегка под потухла ну мутная но она работает как ни странно помазал промыл не так чтобы очень хорошо я поэтому принципе думаю ладно надо на приобрести себе взамен этой протухшей старая арена нужно приобрести себе новый антифог антифог кстати работает нормально прекрасно сам по себе сам по себе как бантифог как задумано вот вот такая вот фигня и попробуем новые веяния биобренды так брызгаем просто в принципе тоже самое мутная какая-то жижа вытекла оттуда но только она густая похоже на сперму разбавленную вот если помазать она такая скользкая ну как-то по консистенции напоминает мыльный раствор но отличается здесь она более жидкая здесь она такая более густая ну в общем то вот так вот выглядит вот этот антифог потом нужно на приспосабливаться потому что получается как бы все же таки вот если вот так на мазюкать вот на мазюкать то выходит стекла такие мотноватые в принципе я обычно как делаю я мазюка и потом раз обмакнул вот этот верхний слой смыл там остаток остался если очки не потеет то нормально если потеет то ну и фиксим можно еще добавить собственно говоря но в отношении скажем масок для подводной охоты может быть более аккуратно требуется потому что скажем вот вот такой вот слой например если вы плаваете в бассейне ну и ладно там если например скажем маска с хорошим обзором то вполне вероятно что будет что-то плохо видно вот какие-то искажения давать ладно в общем вот это тоже все отложили вот я вам показал вот такой вот антифог я думаю что цена там его 600 рублей такая просто 600 рублей в лоб платить много если с учетом того что скажем на него там 200 там примерно 300 рублей дадут скидку нормально с учетом того стоимости в интернет-магазинах любых там open diver там еще какие-нибудь там ну какие у сейчас угляну вот у них вот вот к примеру сейчас тетис вот в магазине шоп тетис по моему у них средства по уходу за снаряжением вот антифоги все drops все next все но тоже 788 788 вот если посмотреть у них нет а вот если вот посмотреть open dive.ru да то антифоги антифог такой сейчас придется так а вот он вот он вот она вот она все крик даже сейчас его и нету по-моему но был он что-то стоил он а квашпэр был антифог для очков туса подешевле все gold но тоже 788 625 но это такие туса где то было вот именно вот этот вот такой вот а квашпэр по моему у них вот но сейчас я не вижу возможно что он закончился но в общем дорого там рублей 800 или 900 был поэтому так по моему это старается нам и последняя такая приблуда я бы сказал что то чтобы я там сильно доволен так сойдет собственно говоря это зажим для носа джоуз кто же хотел спида потому что спорт мастер и спида нормальный металлический зажим с хорошими таким резинками у аквашпэр а и весь такой тоже нормальный зажим но купил стоит он недорого там тоже самое там 120 с чем-то рублей вот ну ладно куплю попробую вообще зажим для носа ну вещь конечно так себе на троечку с минусом но собственно говоря вот такой вот обычный будет силиконовый зажим недорогой если конечно если у кого-то есть просто опять-таки там в пределах доступности в спорт мастере они не перемещаясь заказывать там например спида зажим для носа мне больше понравился черный который с металлической скобой я бы такой советовал где вот такая металлическая скоба и большие такие черные силиконовые дужки зажима для носа вот они не перебрасывают в спорт мастере поэтому где-то там он один есть там в каком-то дальнем магазине дом и хер с вами хлопотно ехать черти куда там за зажимом для носа ну есть вот такие вот спи дозные вот а это обычный джоус стоит недорого в принципе он работает единственное вот недостаток ну не знаю насколько там здесь вот и специальная такая дырочка сюда надо пройдет шнурек одевать на шею куда там зашива рту засовывать потому что как бы там он в принципе может соскочить и элементарно упасть но опять и его реальный недостаток я бы сказал бы чем узковат вот на мой нос например на мужской нос на мужской нос он налазит достаточно плохо то есть его нужно растопыривать ну казалось бы еще раз топыришь на рынке сломается но в принципе налазит ну держится так не очень хорошо зажимает зажимает ну явно принципе для мужского носа он нужен как бы массивнее здесь вот эти вот силиконовые дужки и и сама скоба должно помосить него жену попробовал на женский нос на женский нос хорошо садится нос как бы тоньше как бы аккуратнее изящный на женский нос нормально на мужиков пробовал маловато поэтому если будете покупать вообще там зажим для носа имейте ввиду как бы для мужика но не очень подходящий лучше действительно заплатить побольше купить там или а по шпе или спида нормальный зажим с металлической скобой он и надежнее прочее ну просто опять-таки это такая вот чоком вся эта мелочевка вот которая она у меня просто вот есть ну собственно говоря все все я основной показал зажим для носа так себе зажимает зажимает но держится плохо потому что он маловато скорее принципе можно было сказать зажим для носа в уме хотя здесь принципе нос клип и не указано зажим для носа имеет мягкие силиконовые подушки обеспечивают максимальный уровень комфорта цена лего спортмастера ну опять я говорю там 400 рублей вот с учетом все этой скидки выслал меня за 3 за 3 это их при бомбасе на дам рублей 800 чем-то вот маловато для женщины хорошо для мужчины не очень поэтому когда будете выбирать зажим для носа лучше конечно выбирать его по массивнее и покрепче но единственное что так попробовать стоит потому что стоит он недорого в разы если там спида нормальный хороший зажим за для носа стоит рублей 500 600 то этот всего лишь 129 ну собственно говоря да вот очень рекомендую купить антифок в том же самом спорт мастер и их там до жопы в любом городе этих магазинов зарегистрируйтесь получите скидку в общем-то закажите купите пригодится ну и вот такая шапочка если конечно у вас там в шаговой доступности есть шапка такая же спида черная но подороже она стоит стоит она 800 чем-то вот от 500 до 800 чем-то с копейками с каким-то я уж не помню ну я думаю что спида все-таки она сам по себе и престижней возможно лучше возможно принципе вот может быть качество швов будет может чуть получше вот ну хотя по моему практически как бы с 95 процентной вероятности того что в общем-то как бы продукция практически одна и та же вот вот такая шапочка ну собственно и все ну вот собственно вот так вот эта шапочка смотрится на башке вот так она закрывает уши реально не пробовал глубоковато немножко она так и тесновато но когда ее мощь она становится по эластичнее и не так сильно дарит получается ее нужно одевать вот сюда вот на очки иначе очки маска а иначе они начинают дышать вот садится хорошо но немножечко вот здесь вот обтюратор именно за счет вот этой вот все-таки маски вот у меня по крайней мере так она глубокая и немножечко за счет вот этой вот вот этого кантика давит на обтюратор обтюратор давит на брови и брови становится так слегка дискомфортно но просто потому что скажем голова такая 59 принципе она без размера у кого-то 56 57 будет она посвободнее сидеть поудобнее ну и последний вот эта вот фигня который вообще рассказать не к силу не красной армии надену но такая вот даже плянулся который соскальзывает ха-ха-ха вот агеля дышать в общем такой дурацкий ну все что хотелось показать всем пока